Чесотка у свиней. Фермеры часто сталкиваются с чесоткой у поросят и взрослых свиней. Эта болезнь заставляет животных вести себя беспокойно и приносит им сильный дискомфорт. Как правильно диагностировать чесотку? Почему чешутся свиньи? Что делать, если на теле животных начинает появляться корка? Чесотка у свиней. Что это за болезнь? Почему чешутся свиньи? Возбудителем заболевания является клещ саркуптос скобиеварсаис. Несмотря на небольшие размеры туловища 0,5 мм, он очень плодовит. При попадании на верхний слой кожи самка способна отложить до 50 яиц. Питаются личинки и взрослые особи эпидермисом, они буквально выгрызают в коже ходы, где обустраивают жилище для своего потомства. Клещи способны выживать в ожидании жертвы в течение 10 дней. Обратите внимание, чесотка может передаваться от взрослых особей поросятам, а также другим домашним животным. Клещи могут находиться на инвентаре, а также в окружающей среде. Разносиками болезни в стадии являются самцы, так как они контактируют со всеми самками. Известны случаи, когда клещи выбирали свои жертвы человека. Чесотка у свиней. Симптомы чесотки Чтобы точно диагностировать недуг, нужно обратить на следующие ее признаки. Дерматит Появление зуда Снижение аппетита Плохое усвоение Корма Истощение Вялость Чесание поверхности Появление царапин Трещин Корочек Гнайников Коросты Мелкой цепи Пузырьков Агрессивное поведение Неврологические расстройства Больное животное потребляет намного больше корма или же, наоборот, теряет аппетит. Чесотка негативно сказывается не только на состоянии свиньи пострадать при болезни свиноматки, может и здоровье ее малышей. Еще вчера шелудивые поросята бегали по загону, а сегодня апатично и ничего не едят. В случае поражения молодняка может произойти падеж всего поголовья. Первые признаки инфицирования могут проявиться у трехнедельных особей. В некоторых случаях у свинок может возникнуть аллергическая реакция, при которой кожа утолщается, ушные раковины деформируются, а шерсть выпадает. В районе ушей пятачка и глаз появляются ярко выраженные красные пятна. Болезненные расчесы начинают сильно зудеть, из-за чего животные ведут себя беспокойно. Так как свиньи не самые чистоплотные животные, которые любят тереться обо все, что попадет на глаза, то важно точно определить причину. Почему свиньи начали чесаться? Если поросята стали подозрительно себя вести, на коже появились странные пятна, болячки и корочки, это говорит о том, что стоит вести карантин. Но бывает так, что у поросят болячки похожи на коросты. Что это? Неопытный свиновод может принять грязь о коросту. Проверить подозрения или развеять их может опытный ветеринар. Чесотка у поросят проявляется очень быстро и имеет характерные симптомы, поэтому диагностировать ее не составит труда. Некоторые сталкиваются с фаршую поросят. Это заболевание тоже могут вызывать два вида клещей, один из которых чесоточный. Справиться с этой болезнью могут традиционные способы лечения чесотки. Чесотка у свиней. Симптомы. В случае появления красных точек и корочек стоит обратить внимание на ушные и раковины и слуховые каналы, так как зачастую клещи прячутся именно там. Но диагностирование затруднено в летнее время, так как фермер может легко спутать проявление клещей с укусами комаров. Важно! Характерным признаком инфицирования чесоточным клещом является наличие парных красных точек мест входа и выхода насекомого. Для определения заболевания нужно взять сосков с кожей животного. Специалисты рекомендуют брать пробы с участков ушной раковины. Кроме заболевшей чесоткой особи анализа нужно взять 10% животных, находящихся в этом загоне. В случае отрицательного результата процедуру повторяют через три недели. К тому времени проявление клещей будет более очевидным. Поросята чешутся, что делать? Опытные фермеры борются с чесоткой свиней с помощью дезинфекции помещений, опрыскивания или животных, добавления специальных средств в корма, а также вводя инъекции. Важно! Во время опрыскивания или животные должны быть чистыми, а на их теле отсутствовать какая-либо органика. Часто используемые в свиноводстве средства для обработки животных. Хлорофос 3, хлорметов 3, раствор СК-9, там 85, неастомазан. Во время обрызгивания нужно особое внимание уделить области ушей, пятачку и животу. Важно вначале избавить животное от корост. Для этого зараженных особей купают в теплой мыльной воде, куда добавляют криолин. Пораженные области также можно обработать медифоксом. Залогом успеха в борьбе с чесоточным клещом является обработка помещения. Хорошие результаты показал препарат Актик. 10 мл раствора разводят в 10 л воды. Перед началом обработки из загона выносят подстилки корм, а все поилки тщательно закрывают. Опрыскивание проводят в присутствии животных. Поросята чешутся в свиноводстве самым эффективным способом борьбы с чесоткой считается введение инъекций. Этот метод позволяет рассчитывать дозу препарата индивидуально для каждой особи. Однако фермеру стоит учесть, что вакцинация всего поголовья займет много времени. Кроме того, лекарство не может воздействовать на яйца клещей, поэтому высока вероятность повторного заражения. Специалисты сообщают, что наиболее эффективны препараты Ивермектин и Дорамектин. Доза рассчитывается по схеме 1 мл раствора на 33 кг веса животного. Лекарство вводят с промежутком в 2 недели. Всего делается 2 укола и лечение другими препаратами в этот период запрещено. При выявлении чесотки у поросят в лечении также можно использовать и вамек премикс. Доза препарата рассчитывается исходя из веса ОСБИ 0,1 мг на 1 кг массы тела. Лекарство вводят 2 раза с интервалов в 1 неделю. Также в этот период в корм животных добавляются специальные добавки. Народные способы лечения Многие фермеры используют для лечения чесотки у свиньи народные средства, однако они дают продолжительный эффект лишь в случае регулярного проведения мероприятий. Наиболее популярные способы для обработки коросты Масляный раствор чеснока 0,5 л горчичного масла Смешивают со 100 г очищенного чеснока Полученную смесь нагревают Чеснок измельчают и вновь ставят на огонь на 20 минут Затем остужают Смесь из масла и помидоров 0,5 л подсолнечного масла 1 кг помидоров Томаты жарят в течение 20 минут Затем масло сливают, а смесь прикладывают к язвам 3 раза в день Смесь из пороха и сметаны Пропорции 1-3 Смесь настаивается 3 часа Лавандовое масло Животных натирают маслом несколько раз в день Травяная мазь 45 г багульника и корней кемерицы Смешивают с салом Настой на кожуре грецкого ореха 20 г зеленой кожуры Заливают 200 мл кипятка Смесь настаивается в течение 30 минут Чесночное мыло В хозяйственное мыло добавляют воду и измельченный чеснок Смесь нагревают, а затем разливают по форме Пепел от сигарет Пепел втирают в расчесанные области, а затем тело хрюшки обмазывают терной мазью Профилактика заболевания Во избежание чесотки следует предпринять следующие меры Не выращивать свиньи в необработанных помещениях Вводить трехнедельный карантин для новых особей Проводить периодически тесты на наличие паразитов Следить за тем, чтобы животные получали Должное количество кальция Витамина А поддерживать одни и те же условия Для выращивания регулярно проводить гигиенические процедуры И осмотр животных Следить за качеством корма Контролировать влажность помещений Один раз в год обрабатывать уши животных 0,2% Раствором биоцида с растительным маслом В летний период обрабатывать загоны свиней 0,1% Раствором биоцина Чесотка Это очень распространенное заболевание Однако его появление можно избежать Если соблюдать элементарные меры профилактики Лечение чесотки у поросят практически не отличается от лечения взрослых особей Но при введении инъекций важно соблюдать пропорции Улучшить состояние хрюшек можно инородными средствами Они также эффективно борются с крустой расчесами Каждый фермер сам решает, чем лечить чесотку у свиней И предварительно взвесив все за и против Но сделать это нужно как можно Быстрее